Это одна из самых чудовищных несправедливостей в мире, когда ребенок может умереть просто потому, что у родителей нет денег. Ты выросла в большого серьезного человека, в отличие от меня. Здравствуйте. Ты тоже сидишь и задаешь серьезные вопросы. А я знала человека, который кричалки с шастцем придумывал. Вот я Сергей Белоголовцев, 58 лет, москвич. Хочу стать волонтером фонда. Мы же благотворительный фонд, а не чиновник в Минздраве. Мы же не про это, мы же про людей. И я, видимо, уже достиг такого возраста, что я все время плачу. Скажи спасибо человеку, который сидит напротив тебя. Это Лига мечты, необыкновенные победы, обыкновенных людей. Сегодня у меня в гостях Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь». Самого большого. Он самый большой в стране? Да, самый большой. Самый большой. Привет. Привет. Кать, ты директор самого большого фонда. Да. Подруга моей юности. Ты была девочкой, я был юношей. И ты... Я горжусь тобой, Кать. Спасибо. Правда. Мне вот очень приятно. Кто ж знал. Что ты выросла в большого, серьезного человека, в отличие от меня. Ну, здрасте. Ты тоже сидишь, задаешь серьезные вопросы. А я знала человека, который крещалки с шастцем придумывал. Да, это было. Сейчас НКО очень много в России. «Подари жизнь» был один из первых некоммерческих организаций. Нет. Трудно было начинать? Ну, во-первых, он не был один из первых. Русфонд старше, фонд созидания старше, линии жизни старше. Огромное количество фондов. Просто скажем так, тема благотворительности, она была дико непопулярная. Я прекрасно помню, поскольку я тогда была журналистом, с каким трудом, извините, пожалуйста, не самая последняя актриса нашей страны, Дина Корзуна-Чулпан-Хаматова, могли уговорить журналистов поговорить про фонд «Про помощь детям». А почему? Журналисты были готовы говорить про любовников, про детей. Я помню, что первые их интервью были всегда такие. Хорошо, я соглашусь вам дать интервью, если вы мне дадите поговорить про фонд. Скажи, а почему, как ты думаешь, почему благотворительность тогда, вот именно само слово носило какой-то очень негативный оттенок? Это проблема, скажем так, которая возникла в конце 90-х. Закон о благотворительности был, ну, как сказать, он был написан очень хорошо, но просто кто-то решил использовать благотворительность как лазейку, уход от налогов. То есть криминальный такой оттенок, да? Не то слово, какой был криминальный оттенок. Благотворительным фондом можно было многое, и поэтому практически при самых странных, ну, 90-е годы же, структуру вдруг появлялся, был так называемый благотворительный фонд, а он именно был так называемый, потому что он использовался только для того, чтобы уйти от налогов. Я могу сказать, что когда мы в 20-м году, когда был ковид, и сначала там придумывали, какая будет помощь бизнесу, какая будет помощь производству, потом задали вопрос некоммерческим организациям, а вам какая нужна помощь, а мы подарили жизнь. Мы тогда, мы давно ходили с этой идеей, никак не могли ее реализовать, и тут я поняла, что это подходящий момент, я вылезла и сказала, я говорю, вы знаете, нам бы надо вернуть налоговые льготы для юридических лиц. Мне сказали, как это? Я говорю, ну вот мы продумали схему, давайте так, что дело в том, что по действующему закону, благотворительностью компания может заниматься только после уплаты налогов. А мы предложили, что пусть они занимаются до, тем самым снижая себе налогооблагаемую базу. Это выгодно. Ну, понятно, что немножко подкорректировали это, но мы это продавили, и эта история вернулась. Но это, по сути, ее не было, от нее отказывались именно из-за того шлейфа 90-х годов, потому что все стали говорить, вы будете уходить от налогов. Мы говорим, ну подождите, какой уход от налогов в данном случае? Это благотворительная помощь фонду. Мы говорим, мало ли фондов. Потом договорились, Министерство экономического развития предложило, что будет специальный реестр социально ответственных некоммерческих организаций. Да, которые, вот те благотворительные фонды, которые есть в этом реестре, вот если вы помогаете им, ваш компания, то вы тогда можете себе снижать налогооблагаемую базу. Это сейчас вот эта история работает? Да, скажи спасибо человеку, который сидит напротив тебя. Это очень правильная и, наверное, в данный момент единственная способность выживать этим фондом. Не таким большим, как ваш. Нет, к сожалению, я надеюсь, что нет фондов, которые зависят только от юридических лиц, потому что это норма для юридических, а физически давно, кстати, получают налоговый вычет на благотворительное пожертвование. Сразу вопрос тогда. По твоей статистике, кто больше жертвует, юридические лица или физически? Какие филантропы, меценаты? Меценаты, ну, опять же, зависит от фондов, понимаешь, фонды бывают разные же. У вас как? У нас, конечно, люди. Люди? Конечно. У нас я просто буквально сегодня для чего-то проверяла прошлогодние цифры. Я не знаю, что будет в 2022 году, но 2021 год – это где-то более полутора тысяч компаний против 400 тысяч людей. 400 тысяч? 400 тысяч людей, которые жертвуют фонд. Скажи, пожалуйста, а вот есть какой-то человек, портрет которого у вас висит в красном углу и имя которого можно произнести, который самый ваш главный донатор, даритель, которому можно поклониться в пояс? Да всем можно было. Я считаю, что любому человеку нужно поклониться в пояс. В этом-то все и дело. Нет маленьких пожертвований. Не бывает. Знаешь, ты бабушке, которая отдает 10 рублей, по-моему, надо ей ниже поклониться. Нет, я дико признательна руководителям разного рода компаний. Прости, я признательна Герману Грефу за то, что он поверил в фонд «Подари жизнь» и то, что он помогает. В смысле, у нас первая в России появилась благотворительная карточка пластиковая, первая появилась «Подари жизнь». Это не было бы возможным, если бы нам не доверяли. Да, и это огромный, конечно же, кусок, массив денег, который приходит благодаря тому, что люди продолжают этой карточкой пользоваться. Вот про доверие теперь вопрос. Скажи мне, вот некоторые люди желают жертвовать, ну, скажем так, адресно. Вот они выбирают человека, такого человека они выбирают и хотят перечислить ему деньги. Есть некое предубеждение против фондов, потому что, чего мы должны, я хочу помочь человеку, я не хочу содержать структуру, я не хочу содержать работников. Вот как переубедить этих людей? Есть несколько вариантов. Первое. Если ты жертвуешь фонд на конкретного ребенка с назначением платежа, то я, как директор, соблюдая все законы Российской Федерации, не имею права взять из этого пожертвования 20% на содержание сотрудников фонда. Деньги, которые жертвуются целевым образом, должны быть целевым образом потрачены. Если компания или человек написал в своем пожертвовании на уставную деятельность, оттуда мы имеем право пожертвовать, взять 20%. Согласно закону о некоммерческих организациях, любая благотворительная организация может брать из нецелевых средств 20% на осуществление своей деятельности. Мы с самого начала решили, что мы не будем брать больше 10%. Сейчас, да, мы тратим на наши административные расходы в неудачные месяцы 8%. Ну, поскольку это проценты же, понимаешь, оборот у фонда довольно-таки большой. Несмотря на то, что у нас много, кроме всего прочего, у фонда, кроме так называемой адресной помощи на конкретного там ребенка, есть так называемая проектная деятельность. Она поддерживается как раз в основном либо крупными компаниями, либо крупными благотворителями, где мы представляем ему проект, наш фандрайзинг, да, и говорит, что вот у нас есть проект, допустим, по доставке незарегистрированных препаратов из-за границы. Он происходит вот таким вот образом, да, клиника оформляет консилиум, получает разрешение в Минздраве, есть наш сотрудник, который занимается этим проектом. Вот если вы согласны, то мы хотели бы из тех денег, которые жертвуете на этот проект, оплачивать его работу. То есть часть наших сотрудников, их зарплата погружена внутрь проектов. Здорово, здорово. Естественно, мы людям там простым, да, которые нам через смс, мы, естественно, им этого не предлагаем, мы их деньги тратим вот прямо полностью на лекарства и все, да. Скажи, пожалуйста, а сколько людей работает в фонде? Ну, почти 100 человек. 100 человек? Крупное предприятие. Да, но это правда, но это фонд с оборотом 2 миллиарда в год. А, миллиарда в год. Минздрав, мне кажется, неловко говорить каждый раз. Ну почему? Ты что? Нет, это, конечно, отдельный предмет гордости. Ну, конечно. У нас сейчас очень вот эти вот цифры, они большие. Я знаю, что, например, большие цифры, они тоже отпугивают людей, да. Они говорят, о, окей, ладно, у них все в порядке. Конечно, да. Все, мы им помогать не будем. Нет, ребят, простите. Нам очень все равно нужна помощь. Объясню почему. Потому что внутри этих 2 миллиардов есть целевые деньги на строительство пансионата для детей, которые уже могут находиться не в больнице, но должны находиться недалеко, или которые приехали на проверку. Вы строите пансионат? Да. Где? Это Новая Москва теперь уже называется. Нам правительство Москвы несколько лет назад выделило землю, огромный участок. Там были руины, графская усадьба. Это называется «Измалкова». И там кусок, где мы должны были построить эти домики. Мы не хотели строить какую-то башню, еще что-то такое. Мы хотели, чтобы это был принцип. Поскольку это Переделкино, это же старые дачи, и там именно такая концепция в результате родилась. Что вписалось это все, да? Но у нас было обязательство безумных обстоятельств. Это была, конечно, такая авантюра, что мы тогда согласились, но хорошо, что все хорошо сложилось в результате. Мы были обязаны восстановить эту усадьбу, но это уж точно совсем не наша целевая деятельность. В общем, и тут я могу сказать, это известный факт, что Роман Абрамович предложил восстановить и усадьбу, и там такие маленькие домики, привести парк в порядок и вообще сделать со временем парк общественным пространством. Прекрасные цифры сейчас прозвучали в финансовом плане, такая красивая сумма. А сколько, примерно сколько детей в год получает помощь от вас? Ну, на самом деле, в год, конечно, трудно посчитать, потому что год, он по-разному. Когда был ковид, были сокращены госпитализации, например, и отсюда фонд меньше тратил. Давай возьмем какой-нибудь такой благополучный год, хороший. Опять же, это все время у нас идет нарастающим. Ну, хотя бы примерно. Я тебе могу сказать, за 15 лет это 73 тысячи человек. 73 тысячи человек? Да. Это прямо маленький город. Да, наверное. Это маленький город, потрясающий, потрясающий. Но, подождай, вот понимаешь, вот тут, мне кажется, крайне важно сказать, что ведь деньги, они все не решают. Деньгами невозможно человека вылечить. Фонд лишь существует для того, чтобы помочь врачам лечить. Это, опять же, наша главная установка. Мы делаем так, ну, согласись, это одна из самых чудовищных несправедливостей в мире, когда ребенок может умереть просто потому, что у родителей нет денег. Это просто невозможно представить себе. Мы просто вот хотим устранить, да, предоставить им возможности для того, чтобы им было доступно лечение, чтобы оно было качественным, чтобы оно было менее травматичным. Да, вот мы вот про это. А лечат и спасают они все-таки. Вы знаешь, что я хочу тебя спросить сейчас? Немножко поменяю вектор нашей беседы. Ты была донором крови? Да. И бываю регулярно, сейчас просто не могу, а потом вернусь. Это зачем? Это какая-то, не знаю, привычка. Вообще, на самом деле, это очень странное ощущение, когда ты сдаешь, дело в том, что я не сдаю цельную кровь, я сдаю этот компонент крови под названием тромбоциты. Для того, чтобы их сдать, у тебя кровь берут, его загоняют в сепаратор, там сепаратор отделяет тромбоциты, и потом остаток тебе загоняет. Ты сидишь на кресле вот так вот с уединутыми руками. Так можно? Так можно, да. Зачем это делается, тромбоциты? Тромбоциты нужны детям с онкогематологическими заболеваниями, собственно говоря, потому что у них их нету, этих тромбоцитов. Вот когда этот ребенок болеет, ему эти тромбоциты потом заливают. То есть ты директор фонда «Подари жизнь» вот этой огромной махины, но еще и у тебя вот такой вот личный такой вклад. Ну вообще, я думаю, что этот вклад есть примерно у половины сотрудников фонда, «Подари жизнь», а у другой половины еще волонтерский вклад. У нас многие сотрудники, например, у нас сотрудники бухгалтерии ездят волонтерами на реабилитационные смены. Фонд «Подари жизнь» построен снизу, то есть то, что называется группы добрых людей. И очень многие сотрудники наши, они раньше были волонтерами, собственно говоря. Я тоже, я еще как-то пошутила, когда меня уговорили уже окончательно прийти на работу в фонд, это было 10 лет назад. До этого 5 лет я была просто членом сначала Попщинского совета, потом членом правления. Естественно, помогала фонду абсолютно на безвозмездной основе. Я сказала, у нас все очень просто, испытательный срок, волонтерский 5 лет работаешь, потом бац, тебя берут пиар-директором. Я пошутила, можно меньше работать волонтером. Патрия Саевич, это политика фонда? Политика фонда только в том, что когда у нас открывается вакансия, первым делом мы ее предлагаем нашим волонтерам. В этом политика фонда. Класс, это здорово. То есть человек, в принципе, приходя работать, уже все знает. Ну не все, он... Ну да, он знает базу. Да, безусловно. И он делает просто очередной шаг, наверное, по карьерной лестнице здесь не очень, как бы, элегантивно. Нет, почему это? В какой степени по карьерной лестнице? Потому что на самом деле... Ну да, наверное, по карьерной, да. Да, ну человек просто меняет профессию. Да. На более, так сказать... Я при этом не стала в этом, наверное... На более сложную, да? Нет? Зависит от того, какая у него была предыдущая профессия. Вот знаешь, не могу тебе ответить на этот вопрос. Скажи, вот я наткнулся на такую историю, как донорство костного мозга. Так. Вот уверен, что сейчас люди, которые, наверное, даже большинство людей, которые нас смотрят, не знают про это ничего. Расскажи это. Что это? Сейчас я попробую объяснить простыми словами. Да, это очень важно. Ребёнок, у которого онкогематологическое заболевание, или то, что мы в просторечии называем «рак крови». Да, вот, понятно сейчас. Да, вот. Этому ребёнку в ряде случаев ему нужна трансплантация костного мозга. То есть его костный мозг непригоден. Да. Да, он не справляется, соответственно, ему надо поменять. Костный мозг – это не кусочек кости, да, чтобы мы подумали, не кусочек головного мозга тоже к нему. Отлично, отлично. Не имеет никакого отношения. Прекрасный ликбез, да. Да, это тоже кровь. Да. Это тоже кровь. Да, это тоже кровь. Да. Вот. И, собственно говоря, у человека может быть донор в лице какого-то его родственника. Сначала всегда, это называется процесс типирования, когда проверяют, кто подойдёт. Да. Если с тромбоцитами, то можно залить их от любого человека, любому ребёнку. Вне зависимости от группы крови. От группы крови вообще никакого. Здорово. Здорово. То есть костный мозг, неважно опять же, какая группа крови и так далее, важно совпадение по определённым признакам. Сейчас я не буду рассказывать про… Ну, по определённым признакам. По определённым признакам. Понятно. Вот. И иногда у человека может оказаться, что никто из его родственников, а они подходят. Это не значит, что они не родственники между собой. Они всё равно родственники. Да? Это не генетически. Так проверяется. Нет, так не проверяется. Они не родственники. Просто объясню. С одной… Значит, в России нету… Ночнее, он сейчас формируется. Это единый банк доноров костного мозга. Но его никогда не было. А во всём мире они существуют. И самый большой банк доноров костного мозга находится в Германии. Институт Стефана Морша. Назван в честь мальчика Стефана, который умер, не получив вовремя. Да. Они связаны со всеми лабораториями, которые вот этими такими же банками доноров по всему миру. Собственно говоря, как происходит, пробирка отправляется, там проверяется. Если находится подходящий человек, то, соответственно, у него забирают уже необходимые клетки, которые доставляют сюда и их пересаживают ребёнку. Это больно? Ну, вообще, в принципе, лечение… У донора? Нет. Я как бы вхожу в банк доноров костного мозга, я сдавала. Но мне не нашли никого. Мне не нашли никакого рецепиента, поэтому я ничего не могу сказать. Ну да, иголкой больно, наверное. Ну, как сдавать кровь, наверное, я не знаю. Не знаю. Часто могу сказать… Спрашивала, возможно, у кого-то. Нет, ещё раз я говорю, опробованы, должно быть опробованы на себе. Согласен. Да, у всех абсолютно разный болевой порог. Согласен. Скажи мне, как стать волонтёром фонда? Заполнить анкету на сайте, всё очень просто. Существуют разные виды волонтёрства у нас. Расскажи, какие виды волонтёрства? Ну, всё очень просто. На самом деле, вопрос, что ты умеешь? Да, вот ты кем-то работаешь. Вот давай проведём такую ролевую игру. В хорошем смысле. Да, хорошо. Вот я, Сергей Белоголовцев, 58 лет, москвич. Хочу стать волонтёром фонда. Я не умею делать ничего, кроме как что-то изображать перед камерой. Могу вести телевизионные программы. Иногда мне разрешают сниматься в кино, несмотря на то, что у меня нет актёрского образования. Вот такой я неумейка. Ну, хорошо. Значит, давай Сергей Белоголовцев выясним. А скажи мне, пожалуйста, ты хочешь быть волонтёром с детьми? Наверное, я не могу быть волонтёром с детьми, потому что у меня, наверное, для этого нет душевного ресурса. У меня у самого больной ребёнок, и я, видимо, уже достиг такого возраста, что я всё время плачу. Я вижу больную собаку, я плачу. Поэтому если я буду видеть больных детей, я буду плакать. Соответственно, таким образом мы с тобой не рассматриваем больничное волонтёрство, мы с тобой рассматриваем другое волонтёрство, которое есть у фонда. Есть волонтёры-юристы, но тебе это не подойдёт, волонтёры-юристы. Волонтёры-юристы. Не моё. Да, это точно мы, наверное, вычёркиваем, потому что волонтёры-юристы, дело в том, что у нас не очень хорошее лекарственное обеспечение в стране, иногда для того, что тебе то, что положено по закону, приходится из родины выбивать. Собственно говоря, наши юристы законсультируют родителей, которые возвращаются с ребёнком в ремиссию домой, чтобы их обеспечивали, чтобы терапия не прерывалась. Фонд со своей стороны выдаёт им на первое время эти лекарства с собой, потому что мы уже знаем богатый жизненный опыт, за один день такие дела не делаются. Это не твой вариант. Но, по-моему, ты умеешь водить машину. Мне так кажется. Я умею водить машину, но не очень люблю. Я люблю больше на метро или на такси. Ты можешь на самом деле, люблю-не люблю, но если ты рассматриваешь вариант волонтёрства... Да, то уж будь любезен. Нет, заставлять тебя никто не будет. Но, может быть, ты рассмотришь для себя работу... Ну, не работу, да, а волонтёрство, волонтёр-водитель. Это тот, кто... Есть специальный у нас чат. Семья, допустим, приезжает на госпитализацию. Их нужно встретить на вокзале, взять вещи, посадить в машину, привезти в больницу. Или, наоборот, семья выписывается. Их нужно забрать из больницы и довезти до вокзала или до аэропорта. Вот армия волонтёров-водителей у нас огромная. И мы всегда интересуемся, чтобы она была больше. Но, наверное... Всё-таки я думаю, что я знаю, что тебе нужно. Во-первых, у нас, когда бывают мероприятия, нам нужны волонтёры на мероприятия. О, конечно! Вести мероприятия я умею. Можешь вести мероприятия, а можешь начать с низов. Лучше с низов. С низов. Прийти и попробовать, не знаю, постоять у кэшбокса, поговорить с людьми, объяснить, каким образом пожертвовать и так далее. А, то есть мне до этого что-то надо будет выучить. Но ты же умеешь учить текст. Да, да, хорошо. Катя, вот сейчас такой вопрос я тебе задам. Я вот, когда готовился к этой нашей встрече с тобой, я вот прям не знал, как его задать. И вот сейчас я прям... Вы не всегда можете помочь, да, человеку, ребёнку? Ну, в смысле, мы не можем помочь ему вылечить, если его заболевание неизлечимо. Да, конечно. Если ты об этом. Вы в таких случаях отказываете человеку? Нет, подожди, мы о чём спрашиваем? Мы с тобой говорим о том, что если ребёнок не излечим, мы ребёнку помогаем. В каких случаях вы отказываете в помощи? А, в каких случаях мы... Когда это не является нашей уставной деятельностью. То есть? Ну, то есть если к нам обратится ребёнок, например, родители ребёнка с другим диагнозом. Да, мы не имеем права оказать помощь вне нашего устава и нашей благотворительной программы. То есть отказ в данном случае будет регламентирован уставом? Да. Несмотря на то, что, может быть, эта помощь необходима. Ещё раз, мы никогда не пишем... Это вот одно из правил, тоже внутри фонда. Но мы никогда не пишем, не можем вам помочь, всего доброго. Мы пишем, к сожалению, мы не можем вам помочь, но мы знаем фонды, в которые вам следует обратиться. Более того, есть некоторые случаи, когда... Ну, смежная история происходит, да, когда, допустим, семья... Ребёнок прошёл лечение, мы помогали, но дальше семья оказалась сложной в финансовой ситуации. Мы тогда, соответственно, разговариваем с коллегами из других фондов, кто занимается оказанием социальной помощи долго и всерьёз. То есть мы всегда подскажем, куда пойти дальше. А в некоторых случаях даже договоримся. Вот, знаешь, я встречал... Ну, у нас тоже революционная программа «Лыжи мечты», она сейчас называется «Лига мечты». Я иногда встречал некую ревностное неприятие сотрудничества между фондами. У нас в фонде даже специальный человек появился по партнёрским взаимоотношениям с другими фондами. Потому что мы в какой-то момент поняли, что мы сами не в состоянии следить. Этот фонд продолжает работать, расширил он там круг своей помощи или нет. Поэтому у нас человек, который регулярно с ними связывается, спрашивает, здесь возьмёте, эту задачу не возьмёте и так далее. То есть у нас такой есть свой собственный ходячий справочник по фондам. Но возвращаясь, когда мы отказываем, я вот могу сказать, что на самом деле мы отказываем сейчас в лечении за рубежом. Потому что правило фонда всегда было такое, что если здесь не могут помочь, но до недавнего времени уровень медицины в нашей стране плюс лекарственное обеспечение, которое можем дать мы, находился абсолютно на европейском уровне. Если родители говорили, нет, а мы всё равно хотим за границу, мы говорили, ну слушайте, вы родители, это ваше право, но мы, к сожалению, не сможем вам помочь. И отсюда, может быть, вот ходит такое, когда родители куда-то приходят в другой фонд и говорят, нам подари жизнь, отказал. Но они не объясняют, почему. Но опять же, другие фонды, знаешь, у нас есть человек, которому можно позвонить и сказать, вам правда отказали? А почему? Можете рассказать. Конечно, можем. Здорово. То есть вы не оставляете без внимания какой-то негативный шлейф и какой-то негатив, который может возникнуть вокруг фонда? Дело не в том, что мы заботимся о негативе. Это не совсем про репутацию. Ну, это, конечно, и про репутацию тоже, но в первую очередь, это история про мать, в большинстве случаев, да, больного ребёнка, который не знает, куда ей бежать. Почему мы должны говорить ей, ну пойдите гуглом воспользуйтесь, мы не имеем на это права. Почему? Но она в сложной ситуации. Мы же благотворительный фонд, а не чиновник в Минздраве. Мы же не про это, мы же про людей. Это очень прекрасно. Это очень прекрасно. Просто на самом деле, конечно, безграмотность, вот, даже не то, что безграмотность, а вот иногда просто настолько родителя огорошивает и оглушает вот эту новость, что он просто мечется, как сумасшедший и не знает. Абсолютно. А ведь ещё не в каждом больнице, условно говоря, эти будут разжевывать, конечно, объяснять и прочее. Это же тоже такая проблема. Очень бы огромное волосы, что затронули эту сферу тоже. Потому что это, конечно, я понимаю на собственной шкуре, что такое родители, молодые родители больного ребёнка. А сколько вам лет было? Когда родился Женя? 23 года. Ну да, прям совсем. Да, мы, конечно, были настолько беспомощны. И плюс, конечно, не было ничего вокруг ещё особо. Ну, информации, ничего, никак. И, конечно, вот эти шаг за шагом, метод тыка, метод проб и ошибок и так далее. Это здорово. Катя, спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь, за то, что ты есть. Ой, я тебя умоляю. Нет, правда, я абсолютно искренне. За то, что есть ваш фонд, за то, что вы делаете мир живее, лучше. Но мы бы ничего не могли, если бы не было людей, которые нас поддерживают. Вот это, конечно. Вот им, да. Им, конечно, есть основное спасибо. Им основное спасибо. Да, Катя Шергова у нас была в гостях, директор фонда «Подари жизнь». Мы с вами прощаемся. Наше традиционное прощание. Счастья вам, здоровья, любви, наши дорогие зрители. И помните, мы вместе. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok